Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 И вдруг какое-то взошло. Оно никогда расти здесь не будет. Вы же еще знаете, что есть лес, да? Вспоминаем, мы в школе проходили. Есть степь, согласны? Ну, я же не буду про тундру говорить. Есть тайга. И есть болото. Так зачем же болото делать, если уже заранее звезд, а на болоте ничего не растет? Но это еще не все. И вот здесь вот получается так. Я уже когда вот это увидел, Юрий Владимирович, привет, брат. Спасибо, что прислал. Это очень поможет нам всем. Никаких уже ясно. Вы видите результат? Вот она, вот среды, вот они, вот смотрите. Видите, вот крупный план. А вдруг кто-то не обратил внимания. Я такое замечаю. Видите, что это от повязки? Это с недели вот такое поперечное полосатое, да? Коране поперечное. Это все та же самая повязка. Извините, что долго, но иначе нельзя. Почему? Потому что ниша суперспециалистов. Что сейчас будет? Я вынужден показать вам, как уничтожать деревья собственными руками. Вот. Уже ясно выкопали яму. Уже ясно сделали гнойник. Уже вероятность, что она... Разделяем вишню от черешни. Помните, я отделял яблони от груш. Разошлись геномы. Стали самостоятельно. Груши для мест сухих и... Именно сухих мест. И где под почвей воды далеко, а так я полупустыми. Начало было. А яблони там, где ближе болото, где ближе грунтовые воды. Вот. Они имеют способность размножаться уже не побегами. Это уникальная вещь, побеги. Вот. И отделяем сливы от абрикосов. Тоща так же получается. Вот. И, наконец, черешни и вишни. Вишни держат это. Вот эта грязь, это болото, это гнойник. А черешни, вот она, не держат. А об этом нигде, никогда, ни один источник. И я железов поделил. По-новому, по-железовски, по-новому садоводству. Что касается агротехники, вы сейчас поймёте, почему я так говорю. Солидно, внушительно, медленно. Что касается агротехники, первую группу железов включает. Сухие места, особая форма кроны, особая форма корней. Мы всё это уже проходили. Это. Яблони. Так. Вишни и сливы. Ничего общего нет. Нет, геномы абсолютно разные. Это как собака и крокодил. Ничего у них общего нет. Я так уж образно выразился про крокодила. Ничего общего нет. И абрикосы, черешни, и груши, другая группа, заметьте, тоже разные виды. Но условиях, а эти росли в одних, миллионный лес сформировалось, а эти в других. А теперь берётся и садится в гнойник, череша, который сделать нечего. Теперь мы с вами показываем уровень суперспециалистов. Внимание! Вот это вот. Они меня оскорбляли. Я не буду их оскорблять. Вот. Уже, может быть, надо было убрать фамилию. Но она-то не убирает свою фамилию. Она не назвала себя Иванова Ивана Ивановна. Нет. Она пишет, обработали неправильно. Первую ошибку зачистили, но не обработали фонгициды. А я уже, когда вот это только увидел, я говорю, ну всё, сейчас Ольга Нижа напишет про фонгициды. Всё, больше она ничего написать не может. Дальше можете читать, это называют, всё, что вот это вот, что она напишет, это мёртву припарка. Я даже цитировать не буду. Ну, про бинтовать, ой, молодец, хоть это написала. Бинтовать не отдаю должное. Хоть бы вот это записала. Но каждый раз счищайте всё. Знаете, когда она чистит всё, у неё все дерево будет вот такое вот, смотрите. Вот счистит всё, вот это вот. Коры нет. Камбия нет вообще. Вот. Понимаете? А вот это что? Это она железо называет предсмертный урожай. Дать скорее потомство, а вдруг дозреет, вдруг котика упадёт и даст потомство. Не дай бог, котика упадёт в лапе же дерьмо. Алло, слушаю. Здрасте. Ой, Юля, я сейчас начал проводить вебинар. Перейди три часа. Что-нибудь срочно скажи или утром? Ага, ладно, проснёшься, звони. Я ещё не решил. Ехать нет. Вот. Так, поехали дальше. То есть, камбия нет, коры нет, ничего нет. Совет счищать, ну, мягко выглядит. Как его назвать, чтобы не оскорбить сека? Ну, назовём неадекватно. Обетовать, да, вот тут она права. Всё равно сгниёт. Теперь смотрите, ребята, мы начинали с самого простого. Значит, я не дали, как сегодня, в комментариях было написано там в этих... Пожалуйста. Многие из вас это прочитали. Комментарий мало бы ещё на мои эти. Знаете, я всё время обижался. Думаю, всё такое. Кто-то какую-то глупость напишет, человек 20-30 расшифровывает эту глупость по принципу глупость ещё глупее. И вот столько. А некоторые говорят, почему у вас комментариев-то нет? А что ж это комментировать-то? Это надо не согласиться со мной, а сказать, нет, всё правильно, надо взять и опрыскать этим фунгицидом. Ну, после моих слов уже, по-моему, такого никто не скажет. Но они стоят мёртвые, у них каждый раз им присылают больные деревья фотографии, и они начинают фунгицидом. А я всегда уже заранее знаю. И тогда я сказал так, приходит письмо свежее, читали вы тоже. Пожалуйста, Валерий Константинович, от А, нет, не так, не от А, от косточки расскажите всё-всё-всё, что потом растёт, до косточки, то есть уже до урожая, всё расскажите. Господи, всё рассказано, всё. Но меня обижают люди, меня обижают, вы понимаете, они ещё готовы бесплатных фебинаров всю сотню послушать, пусть немного, но они же потом расходятся по разным этим, по Яндексам, по Ютубам и по другим этим каналам ещё расходятся, но, но, вся информация, вот именно от косточки доходят, уже собрана в виде книг, в виде дисков, вот, в виде этих самых, господи, как это называется-то, семинаров, уже всё есть, а те, первые, может, увидел, понравилось, говорит, а теперь мне всё, я всё хочу знать. Ну, хорошо, 300 рублей диск, три диска, это целый этот, целый семинар в Москве, тот самый, знаменитый, три диска, ну, там примерно 10-12 часов, но зато всё, вот действительно, вот иду, а так, пожалуйста, что это сказать про 300 рублей, тут же люди, это, обижаются, и на этом, и желание учиться заканчивается, вот, но это только моя встречная обида, и так, мы сейчас на 187 вебинаре, нас ещё меньше, потому что рассылка была неполная, к сожалению, но ничего, потом догонят, поэтому я продолжаю, это уже для другого уровня, я потом покажу, до какого, это специально будет для, не для всех, а для тех, кто, я не говорю, что высшее образование, не дай бог высшее образование, не дай бог ещё там эти, были лекции по судоводству, самое страшное, что вот эта ошибка, страшнейшая, невероятная, перешла на уровень энциклопедии, истина, истина, последняя инстанция, уже истине ничего не бывает, поэтому, сейчас, вы должны знать эти ошибки тоже, мы сейчас работаем, новички есть, кто-то сейчас одегатурится, скажет, я хотел вот косточки, да косточки, вот, а вы мне про это, теорию читаете, фунгициды продаются в каждом ларке, и людям их навязывают в любой, в любой, ну, любой сайт, они живут на этом, на рекламе фунгицидов, на рекламе фунгицидов, поэтому, простите, я должен был взять, взять справку, вот она справочек, справочек пестициды, коротко, фунгицид, вещество химического или биологического происхождения, предназначенное для борьбы с заболеваниями растений, вот, определение фунгицид является, два слова, фунг, гриб, и что-то типа цит, сокращать, уничтожать, то есть уничтожать гриб, смысловой перевод термина, средства уничтожающих грибов, так вот, я стою на своем, четко, однозначно, на всю жизнь, памятник потом, живым памятник не ставят обычно, вот, когда будет понято, миллионы тонн сэкономлено ядом, вот, не отравлена почва, не отравлены люди, не отравлены черви, не отравлены наши, мои любимые муравьи, вот, которые никакого отношения не имеют к болезням растений, все это потом, ошибка, именно вот, я еще удивился, что они так определенные, нет бы хоть как-то, видите, гипотезы, ни один гриб, на деревьях, я сейчас беру про деревья, ни один гриб на деревьях, на корнях, на листьях, на ветках, на штамбе, невозможно уничтожить фунгицидом, его можно задавить его рост, именно отравить, но, при этом, полностью уничтожить нельзя, запомните, у него есть грибница, в школе проходили, помните, говорили, не отрезайте гриб, который собираем, не съедобные грибы, не отрезайте полностью, не трожьте грибницу, срезали, оставили пенечек, и грибница цела еще вырастет, помните, нет? Вот, так вот, я вам еще буду показывать, и показывать, у меня все больше фотографий, я, тот самый, как меня называть-то, я сам себе придумал должность, звание, не, не то же, звание, патологоанатом садовый, вот, я еще не раз буду показывать, когда гриб, уже, внутри, прошел через вашу, долбанную, я уже не говорю иначе, эти самые, девушки, через ваши долбанные раны на кольцо, которые, вместе с мертвичиной, проник внутрь, и уже последняя стадия, умирающего дерева, а выгнать, как фунгициды, так вот, самое страшное, что это официальная точка зрения, самое страшное, невозможно уничтожить, и все это глупость, потому что, дерево, вот эти вот, как можно было вот это, вот, посоветовать фунгицидам, ну, ну, как, 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 вот, вот сейчас-то кто-то в комментариях напишет, что я иду, и вдруг, внимание, ура, впервые в жизни, нет, нет, да, Вадзинский, попадаются же умные люди, но, Александр Вадзинский, я, правда, не стал исправлять грамматические ошибки, я так понимаю, она у вас растет в ямке, это он к ней, челюсти, где собираются талые воды, а потом замерзает, отсюда и проблема, ну, 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 несколько лет продолжается эта ваханалия, вдруг я встречаю это, человека, который написал нормально, по-человечески, вот она, вы знаете, что происходит потом, вот это яма, это и так видно, что яма, так, вот, сюда льют воду, хотя, где-то в двух-трех метрах надо лить, у него же крона уже давно, ну, вот там же, я вижу, не слепой, раз, зимой, вода замерзает, практически на все, да у нас 60% территории страны, это вечная мерзлота, вы же знаете, практически вся Сибирь, большая часть Урала, север России, вся вечная мерзлота, и вот тут, когда наступает зима, где вечной мерзлоты даже нет, полностью за какой-то самый снег, приходит весна, а она еще не отмерзла, то есть, вода растаяла, и осталось стоять, а теперь, внимание, вот тут, Возенский, я вам хлопаю, теперь вы мне похлопайте, когда я говорил, что однажды, просветление случилось, когда примерно 10-летний абрикос, не проснулся, а до этого давал урожай по 5-10 мм, не шучу, у нас это норма, не в нас, я имею в виду, в нашем районе, это такое подходящее, это, как сказать, это все надо умудриться, склон есть, уже не будет такого, а тут ямка, я эту самую, увидел эту ямку, заглянул, у нее вот такая глубина ямка, вот так, ну как, надо рисовать, в общем, поняли, я увидел там, ниже уровня земли и над землей, вот это вот, только я видел полос таких, вот таких вот, я видел, это важнейший момент, это же в книгу очередную попадет, простите за многословие, пожалуйста, умоляю, вот, короче, я не могу, вот она вот здесь вот была днем, оттаивает, 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 потом наступает ночь, замерзла, и вот так она покрывается, ну вот это, там моя, конечно, была более яркая, там были ровненькие полосики, полосики, то есть, сзади чуть-чуть подсохнет, уровень снизится, но все еще вода стоит в лунке, но зимой закрывает ее лед, а лед, у меня не одну бочку, я настолько озабочиваю, что столько бочек угробил, е-мое, если бы вы знали, сколько я бочек угробил, разрушается кора уже вот тут, и вот когда у нее начало разрушаться кора, вот тут, спасибо Александру Возинскому, или Владимир, специально посмотрю, страна должна знать своих героев, памяти нету, хотя он мой, хотя он мой заклятый друг, Александр, Александр, вот, умница, и вот здесь вот началось, прекратилось снабжение полностью, началось вот это вот, ну, а дальше быстрее угробили, вы поняли, да, вот до чего мы дошли, вот, Исакова, Ольга, я уже сколько к вам обращался, вы мне что написать, чтобы я вас не преследовал, пожалуйста, я сейчас ниже будет еще, ярче случай, значит, прошу моего брата, я бы не стал бы над ней издеваться, она выглядит здесь не очень, как сказать, такой, не очень убедительная вот со своим фунгицидом, но другое дело, что оскорбления-то они остались, не смытые, я же не могу ей ни до или вызвать, никуда, вот, я смотреть не буду, шесть фильмов ей посвятил, вот с этими, вот такими, только другие примеры, не буду, не надо, вот, брата попрошу написать, обращение к выпускнице темряджики, Ольге Исаковой, пока не извиниться, вот это будет выглядеть, оно вот так вот, дальше, смотрите, что еще хотел сказать, ниже будут примеры, еще примерно похожие, вот, а это я, почему брат, он кусочек вырежет, специально для нее, ну, и для всех тоже. «Ой, это я, это я. Субтитры создавал DimaTorzok